Итак, я могу начинать, пока, значит, вы мне тут откроете и все. Хорошо. Сколько у нас? Который час? 19.58? Ну, ладно. Итак, начнем. Здравствуйте. Алло. Кто что обо мне знает? Смотрю и все. Ну, ладно. Все, начинаю представлять себя. Начинаю представлять. Итак, зовут меня Керан, Керан Певзнер. В Израиле я с 90-го года. Приехала я из Азербайджана. Когда там началась большой гроз, как примерно то же самое сейчас происходит в других странах, то вот я так же, как многие из вас, может быть, взяла детей и вперед. Я приехала в Израиль и тут через 15 дней, через две недели нам говорят, здрасте, ульпаны закрываются, потому что война с Саддамом Хусейном. А Саддам Хусейном не просто так. Он химические ракеты собирался кидать на Израиль. Всем выдали противогазы. Ульпаны закрыли. Ульпаны закрыли. Вот как хотите. Нам выдали два учебника от мэрии каждого города и сказали, вот что, вот вам противогаз. Как будет сирена? Надевайте противогаз. А что можно делать в противогазе? Только учите. Вот так. И еще один момент. Не было интернета, как вы сами понимаете, 90-й год, 91-й. Не было интернета, не было смартфонов, не было ничего. Как мы узнавали о том, что сирена? Громкоговоритель. И знаете, как вот это черная лапка идет по улице, черная лапка. Детские слышали такие сказки? А вот это на иврите было. Всем зайти в герметизированные комнаты. Мы залепляли полиэтиленом. Всем надеть противогазы. Всем сидеть и не высовываться. И все это говорилось на иврите. И если не дай бог, ты не услышишь это по громкоговорителю. И если не наденешь противогаз, все тебе хама. То есть для меня в 91-м году изучение иврит – это был вопрос жизни и смерти. Хочешь жить – учи иврит. Я вам это не предлагаю. Но это очень хороший действенный метод изучения иврита. Не будешь знать иврит – ты будешь мертвый. Все. И вот я тогда жила в Кибуце и за год я вот так по 8 часов в день. То есть что я сделала? Я инженер, электромеханик по специальности. Мне выдали эти две книги. Я посчитала количество страниц. Я посчитала, что в Ульпане 5 месяцев люди учатся ежедневно. Поделила количество страниц на количество дней в Ульпане. Получилось 4 страницы в день. Я себе говорила, вот я должна эти 4 страницы в день по учебнику подряд. Не как учитель в Ульпане. Сегодня мы по этому листику учим, завтра мы по этому листику. Нет. Ульпановские учебники пишут умные люди. Там все идет правильно, по-любому. У меня спрашивают, какой самый лучший учебник для изучения иврита. Любой самый лучший учебник. Но если вы идете по нему и учите, просто делайте каждое упражнение. 4 страницы в день, ни больше, ни меньше. Закончилась 4 страница, я все поняла и все выучила. И что происходило дальше, знаете. Мне повезло, я еще раз говорю, в отличие от вас, вы живете в русскоязычном обществе. Мне повезло. Я жила в Кибуце, где никто не говорил по-русски. Я выучила 5 слов сегодня. Я встала, вышла на улицу, пристала к какой-нибудь старушке и задаю ей вопрос, в котором есть это слово. Понимаете? Я должна это слово сама проговорить, помимо того, что я его выучила. Я должна его услышать. Вот так. Например, ну, допустим, возьмем глагол, вот я вам просто случай жизни. Я учила глагол лэйшаэр. Лэйшаэр, нишар, остался. И вот этот лэйшаэр не лезет мне в голову. Да. И я, значит, и так, нишар, нишера, нишерет, нишарим, нишарот. Я это все кручу в голове, а не запоминается. Я вышла на улицу, прицепилась к бабульке какой-то и говорю, слиха. Слиха. Слиха вы знаете, да? Бахадар-охаль гвина мишара. Хадар-охаль – это столовая. Гвина, творог, сыр и все. Вы понимаете, я жила в кибуце, там творог был круглосуточно. То есть, если ты голодный, ты идешь себе в столовую, набираешь себе творога, кусок хлеба и до утра не помрешь. Вот так. И тут она смотрит. А я еще была беременна. То есть, я приехала беременна уже. И вот, представьте себе, худая была, с животом. Вот, вы знаете, старушка смотрит на девочку беременную с таким животом, который подходит и глазком таким. Скажи, пожалуйста, бабушка, творог остался. Ну, в общем, это женема пас ежу. Я не ел шесть дней. Вот примерно это было так. Меня все хотели накормить. Потому что беременная, худая. Мне иврит надо учить, а меня накормить. И каждый, там было 800 человек в кибуце, каждый меня спрашивал, ну, эх, Боисраэль, охальтох. Это я запомнила. Боисраэль, охальтох. Вот так. В общем, из-за того, что вот я сама для себя выработала вот такую систему, я учу четыре страницы, делаю все упражнения, потом читаю даже мелким почерком, что для учителя. Со словарем. Никаких переводчиков, ничего этого не было. Вот. Потом я пристаю к бабушкам. Это великолепно. С бабушками разговаривать – это кайф. Вот. Они мне отвечают. И таким образом мой словарный запас стал переходить из активного, из пассивного в активный. Хочешь, не хочешь, заговоришь. Одни из первых слов, которые я выучила, это было масихат газ, противогаз, хедератум, герметизированная комната, потому что вот Саддам, химические ракеты. Я после того, как эта война закончилась, и Саддама поймали, я хедератум и противогаз, по-моему, 30 лет уже не испытываю, не произношу. Вот так. И вот закончился год моей жизни в кибуце. Это была программа «Байт решен бэмолэдет». Как перевести? Первый дом на родине. Молэдет – это родина от корня лалэдет рожать. Вот так. Что происходит? Значит, нас поставили перед фактом. Я муж уже родился, Данечка, Сабра у меня такой. Может быть, он сегодня даже придет сюда. Вот такие Сабры. Вот. И нас поставили перед фактом. Либо мы подаем заявление в кандидаты в члены кибуца, полгода, потом нас принимают, молодые семьи они хотели, либо мы уходим. Муж сказал, знаешь, коммунизма я и там поел, давай попробуем при капитализме пожить. Приехали. В общем, мы отказались, мы вышли. И тут встал вопрос. У меня тетюшка, маленький ребеночек на руках, на 8-9-часовой рабочий день не пойдешь, что делать? И муж мне говорит, слушай, у тебя иврит хороший, может быть, тебе преподавать? Я говорю, как так? Я только бы. А ты попробуй. А ты попробуй. И я стала его преподавать. То есть брала я за урок 5 шекелей. 5 шекелей. Приходили люди, несколько человек, давали мне каждый оклад 5 шекелей. 92-й год. И я что-то там вот... Ну, честно говоря, что я и знала на 5 шекелей. Вот так. Так что цена была вполне адекватной. Но так прошло уже несколько лет. Я уже стала группы вести. Я сама прошла курс для этих... Неформальное обучение ивритов, колледжа. То есть все. И вдруг ко мне подходит один человек, который учился у меня на курсе, и говорит, скажите, пожалуйста, а вы бы не хотели написать учебник? Я говорю, ну, я не писатель, я иврита преподаю только потому, что знаю и рассказываю. Он говорит, это оказался писатель Барт, Даниэль Клугер, если я не знаю, кто-нибудь знает эту фамилию, да? Даниэль Клугер. И он сказал, я вам помогу. И два года я писала свой учебник, что я думаю об иврите. Он вышел в 97-м году. С 95-го по 97-й я писала. И вы знаете, есть один человек мой, он стал моим издателем. То есть он открыл издательство, чтобы издавать мои книги. Его зовут Леонид Нудельман. И он в меня поверил и вложил у меня, так сказать, первые 10 тысяч шекелей. А давай. Распечатал тысячу, разошелся в учебниках горящие пирожки. Почему? Потому что впервые за всю историю государства Израиля, я горжусь этим. Я написала учебник, который на обыкновенном, простом русском языке рассказывает правила иврита. То есть вот как я сама учила, как я сама мучилась, как я сама понимала эти все тонкости иврита, так я написала этот учебник. С того времени этот учебник, он и сейчас выходит, уже там 14 переизданий, там и сколько-то. Я принесла в конце лекции, если кому надо, я принесла свои книги, можно купить со скидкой. В магазине они дороже. Вот. И я, этот учебник сразу разошелся, допечатка, а еще, а может быть, ты еще напишешь разговорник, а может быть, ты напишешь словарь, и так далее. У меня вышло около 14 учебных пособий. Это словарь электрика, я по профессии электрик, словарь программист, я здесь овладела профессией, я программист. Моя основная обязанность, моя основная профессия в Израиле, я преподаю, сейчас, я переведу это с иврита, потому что я всегда мучаюсь переводить. Гмули штальмут лёвдэй мидинав. Вот так. Это курсы повышения квалификации для работников госструктур. Иврит – это как бы вторая часть. Я преподаю, у меня есть этот документ Microsoft, то есть Excel, PowerPoint, вот эти все дела я преподаю на иврите. Вот. И вот так, вот это моя, моя, так сказать, жизнь. Я не думаю, вам интересно или нет, что после этого я еще написала где-то 12 детективов, 5 кулинарных книг, там пару публицистических книг, 16 кулинарных брошюр, вела, три года вела кулинарный комментарий на сайте Бухник, это Джоинт, это Бухник, это, ну, еврейская организация Джоинт, а еврейская Бухник. А? Я не знаю. Да? Вот. Не знала, спасибо. Но три года я вела. Потом, что потом? Потом меня выдвинули в 2017 году на премию «Женщина года» за вклад, за то, что я обучила много улим. И самое, чему я рада, просто вот. А давайте я проверю. Знаете ли вы такого человека или хотя бы такую фамилию, Авшалом Кор? Я слышала. Кто слышал? Я. Расскажите, кто это? Я. 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 Авшалом Кор. Значит так, если кто в Израиле знает иврит лучше всех, это Авшалом Кор. Он Господь Бог в иврите. Понимаете? Вот в этих стенах, может быть, это кощунство говорить, но это человек, который обучает дикторов израильского телевидения. Это человек, который ведет ежегодную, ежегодную эту патанаху каждый год. Ну, вопросы задают, это викторину, викторину патанаху, мировую. Со всего мира съезжаются дети, и Авшалом Кор ведет викторину. Это человек большого ума, иврит у него, великолепный. И вот у меня один раз, в один день прекрасно раздается звонок. Я так открываю, написано Авшалом Кор. Меня начинает вот так потряхивать. Знаешь, вот тебе оттуда сверху тебе позвонили. И под ним почему-то надпись Кен-кен за Авшалом Кор Амити. Да, это настоящий Авшалом Кор. Я так дрожащую, Кена Нишамака, Кена Авшалом, он говорит, Керен, что ж ты не пришла? Вот так вот он начинает. Я говорю, что оказывается на номинацию Женщина года было выдвинуто семь человек в 2017 году. Выбрали троих. Очень достойные люди. Очень. Там одна дама хирург, и там еще кто-то. Я попала в номинанты, но я не прошла. Но всех семерых оказывается, мне тоже пришло приглашение, а я пренебрегла в зал Конгресса в Иерусалиме. Я пренебрегла этим, думаю, ну если меня не выгодят, чё я буду в зале сидеть и смотреть как в других. Оказывается, всех семерых вызывали на сцену, всем давали какие-то грамоты, чего-то. И он мне звонит и говорит, кроме меня было еще две судьи, дамы. Я был за тебя, но они были против, потому что я восхитился, как ты знаешь, иврит, как ты обучаешь ивриту. Вот я звоню тебе это сказать. Вы знаете, это было для меня, но вот старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Я ему почему 25 лет я его люблю, рассказываю. Вы все молодые, вы не знаете, что такое в Советском Союзе была программа «Время». Знаете? Знаете. То есть программа «Время» 8 часов, все садились, время показывают. Там и тут же наши животновые, наши там, Стахановцы. Израильская воещина. Да, да, да. Израильская воещина. Вот, вот. Это программа «Время». В Израиле точно такая же программа была, но она называлась «Мабат» – «Взгляд». «Взгляд». В 8 часов. Было совершенно неэтично, неприлично звонить человеку во время программы «Мабат» – «Взгляд». Это было вот священная корова израильского телевидения. Но без 5-8 до 8 была пятиминутная ежедневная передача, которая называлась «Игезманлашон». Пришло время языка. И вот эти пять минут молоденький Афшалом Кор рассказывал о каком-то одном евритском слове. То есть вы понимаете, насколько еврит в Израиле – это священная корова, что ему давали пять минут прайм-тайма. Не рекламу перед этим, а пришло время языку. И вот я каждый день сидела и ждала эти пять минут больше, чем дальше программу «Мабат». И вот с этого момента я ему, когда это все рассказала, Афшалом и Кору, ему это так понравилось. Ему так понравилось. Вот. Вот такой у меня был случай в жизни. Теперь у меня есть большой сайт в Ютубе, где там около двухсот или больше моих роликов. Они разделены на плейлисты «Беньяны», «Советы по изучению еврита». Ну, вы можете зайти и увидеть. Вот так. Это была вступительная часть. А теперь перейдем, собственно говоря, к тому, что мешает нам изучению еврита. Я понимаю, что сейчас те, кто меня смотрят здесь, им, конечно, хорошо бы увидеть демонстрацию экрана. Маленька, а как можно то, что я... А, включать презентацию, да? Демонстрация экрана. Как это сделать? Вот я делаю демонстрацию экрана. И где она у меня, эта демонстрация? Вы можете ничего не делать, я сейчас сделаю. Он сам включит? Да, ну вот поделиться десктоп. так, давайте. А я буду параллельно то, что я делаю здесь, я буду здесь рисовать, хорошо? Итак, что мы делаем? Все мои хорошие, которые, я не знаю, открылась презентация или нет. Маленька, потом открою, пожалуйста, презентацию. Давайте напишем, вот нарисуем вот такой круг. напишем иврит посерединке, так, разделим его на вот такие секторы. А теперь вы будете говорить, расскажите мне, пожалуйста, какие-то... Так, где презентация? А где она включена? я не вижу. Пожалуйста, можно сделать, да, сейчас, чтобы все было хорошо, я буду параллельно презентации. Пожалуйста, говорите мне, какие проблемы мешают вам выучить иврить. Вот, вот она. Ну, давайте, где она? Нет, сейчас я не знаю, как... Ну, пожалуйста, можно сесть и это... Я пока удастся. Ну, говорите. Я не знаю, как называется эта тема, но я не буду говорить. Драматик. Драматик. Хорошо. Драматик. Еще. А на сколько? Это тоже драматик. Лей. Лей. Ну, давай, давайте почистим. Давайте почистим. Тупить в интернете гораздо приятнее, чем учить нефан и уфан. Так? Да. Лей. Еще. Да все, пожалуйста. Нехватка времени. Ой, да я бы сумалась. Да я бы учил. Но у меня дети. Куры. Понимаете? Да. Значит, нехватка времени. Отсутствие времени. Так, еще. Нехватка живого общения. Общения, конечно. А вот все. Я не похож на... Началось, да, теперь? А как переключать, видите? Просто говорите и... Что говорите? А кто там, кто-то... Ну, что, следующий слайд, да. Ну, давайте, следующий слайд, это начало. Вот, вот, вот это я сейчас говорю. Так, значит, драматика. Память. Ой, я что-то запомнить не могу. Причем, неважно, молодой человек, старый, ой, мне что-то с памятью, я не запоминаю. Есть такое дело? Или нет? Так, память. Память пишем. Что еще? Есть такой, был такой Франсуа Денавашкуко, он сказал такую фразу, что все жалуются на свою память, никто не жалуется на свой разум. Вот так. Есть еще такой момент, как мотивация. Ну, а зачем мотивация? Есть у вас мотивация учить игроки? А вот я сейчас проверю. Я сейчас сначала напишу. Мотивация. Мотивация. И самое, а это все, это комплекс. Ой, а я неправильно скажу, надо мной спрятаться. Комплекс. Как это все, ну, вот я вот напишу комплекс. Да? Фиксы. Сейчас я сяду и будем все это рассказывать. Итак, что у меня тут? Нехватка времени. Кто учится в Ульпане? Поднимите руку. Есть такие? Я училась. Выучила. Да, хорошо. Нехватка времени. Вы пять часов учитесь в Ульпане каждый день. И учительница вам делает дырку в голове. Придете домой, еще пять часов учите. Потому что вы должны повторять, вы должны дома работать. Что делает Керон Певдер на своем курсе, на своих уроках? Не учить больше 15 минут в день. Потому что иначе это просто выброшенное время. Но зато эти 15 минут вы должны быть сконцентрированы. Более того, хотите учить больше? Хочется? Пожалуйста. Но если, ой, что-то мне не хочется. Вот сядь и 15 минут учи. Найдешь 15 минут. И в эти 15 минут, как их организовать, об этом я тоже расскажу. Вот. И нехватки времени не будет. 15 минут вы найдете. Согласны со мной? Согласна. Дальше. Лень – это когда она связана с мотивацией. Бывает такое. Ой, я не понимаю грамматику. Мне лень – значит усилие. У меня нет мотивации. А вот теперь мы переходим к мотивации. Я прошу каждого из вас в одном предложении сказать мне, зачем вам нужен эврит. Чтобы работать, жить, социализироваться. Это все, это вокруг. Конкретнее. Куда и кем работать? Понимаете? Адвокат – это бла-бла-бла. Это язык. Нет, это не надо. То есть именно по туре. По туре. О, для этого надо знать. Ого, как эврит надо знать. Вот это уже конкретизация. Вам зачем? Чтобы работать с местным бизнесом. Местный бизнес, конечно. Каждый. Давайте, кидайте. Работу. У меня много было. Люблю израильтянок. Жениться хочу. Вот у меня было. Да, Тору в подлиннике прочитать. Хочу. Разной мотивации. Здесь невозможность прочитать. Вот. Не быть слепым в этой жизни. Быть самостоятельным. Быть битхуни. Нет, не безопасность. В общем, быть самозащищенным. Понимаете? То есть если я попаду в какую-то ситуацию, я смогу из нее выйти с помощью эврита. Без эврита я не выйду из этой ситуации. Понимаете? Вот. Хотите знать, какая была у меня мотивация? Я в последние годы в Азербайджане, я, меня повысили в должности, и я на своем заводе, я сначала пять лет работала в АСФБ инженером, Кульман, Батман и прочие евреи, да, вот стоял чердила. А потом я спустилась в цех и была начальником испытательной станции. Двадцать шесть лет. Такой маленький начальник среднего звена. Но я была очень гордая начальника, там бегала, вот и КАС, смотрела за монтажниками, как они там, схемы, в общем. И тут я приезжаю в Израиль. Я немая, я ничего не знаю. Мой уровень с инженера, с начальника испытательной станции крупного завода до Плинтуса опустился. Я не знаю, что делать. И я говорю себе, я хочу выучить иврит для того, чтобы мой уровень, который у меня был там, был не ниже. Нет, он стал выше, но был не ниже. И вот это заставляло меня просто зубрить, ну не зубрить, а учить, учить иврит. Я хочу остаться на том же уровне. Это была моя мотивация. Может быть, что-то у вас... Я хочу... Еще я что хотела. Я хочу объяснить любому человеку о том, что я думаю, что я хочу сказать. Точно так же, теми же сложно сочненными предложениями, как я говорю на русском. У меня красивый русский. Я хочу, чтобы у меня был красивый иврит. Чтобы у меня не было заменить одно слово другим. Но ты меня понял? Нет, я хочу так же красиво объяснить моим иврит. Ну, это, опять-таки, это была моя мотивация. Если это вам подходит, берите, делюсь. Вот так. Насчет грамматики. Грамматика – это мой параллельный ульпан. Я, да, хвастаюсь, но лучше пока что нет. Его покупают, его переиздают. Там есть ответы на все вопросы. Вчера, опять-таки, хвастаюсь, но вот вчера мы пошли с подружкой на пляж. Пока я там бебехи вытаскиваю из багажника, подходит девушка с ребеночком и говорит, вы, Керон Перстнер, я купила вашу книжку «Параллельный ульпан» два года назад. Она мне так помогла. Я говорю, деточка, только чтобы тебе на здоровье было. Вот так. Не ты одна. Вот именно за эту книжку меня представили к этой женщине года. Не с кем говорить. Слушайте, вы в Китае живете? В Китае два еврея, те агенты с Ахнука. Нет больше в Китае евреев. Вышли на улицу, прицепились. Я вот не знала, как сейчас к Сароне пройти. Стою на перекрестке, жду красный-зеленый светофор, поворачиваюсь к девушке. Хотя у меня в руках гугль-карта, повернуться, туда пойти. Я говорю, девочки, Сарона, хочу пойти. Они говорят, ой, да мы тоже туда идем, да пойдем с нами, да мы тебе пока. Все, уже интеракция, уже разговор. И вот такой разговор должен быть ежедневно. Приставайте ежедневно. Ну, с опаской, конечно. Но приставайте. Израильтяне, люди, мы тоже израильтяне, мы все израильтяне, люди доброжелательны, всегда ответят, всегда помогут. Пользуйтесь, пользуйтесь этим. Ну, кто пользуетесь, скажите. Вы пользуетесь. Ага, это хорошо. Сколько вы в стране? Пять с половиной. Ну, да. А те, кто три месяца пользуются? Только с русскоговорящей. Попробуйте. Ну, английский, ну что, английский будь в Англии. Вот это хорошо. А уж по рукам, как хорошо понимать. Туда покажи, сюда покажи. Да. Что у нас тут еще? И комплекс. Да, насчет памяти я дам вам немножко просто правил по ассоциативному запоминанию, несколько примеров, а большинство примеров в моей книге. Вот. Ну, это потом. А вот с комплексами, вы понимаете, я вот и смотрю на вас. Вот вы сидите, вы все интеллигентные, умные люди с печатью разума в глазах. Понимаете? Иначе, ну что вы, кто бы ко мне на лекцию пришел? Именно у таких людей, как вы, возникает, ой, а надо мной будут смеяться. Есть такое. Ну что, я что-то не так говорю? Бывает. Вы же привыкли быть там, на той доисторической родине, быть умнее среднего окружения. Сейчас я буду говорить, вы будете со мной не соглашаться. Керон, да как же так? Да я не такой. Есть. И вот теперь этот умный человек приезжает в Израиль, и он становится глухонем, как будто он вечно обедает. Вот. Что происходит? Просто забыть о том, что над вами будут смеяться. Когда вы приходите к служащей, и она, нету переводчика рядом, да, она рада будет любому вашему слову, чтобы вас понять и правильно вас обслужить. А иначе как? Ей трудно. Вы всегда думаете о том человеке, который разговаривает с вами. Он по своему, по своей должности, он должен вам помочь. Он обязан вам помочь. А он не может. У меня был случай. Моя подруга родила недоношенного ребенка. Пришла, ей заплатили там за четыре месяца, сколько там полагается, я уж не помню, пособие по уходу. А для недоношенных полагается еще вот эти там два месяца доплачивать. И она приходит, не может. Она говорит, а шева, ходыш, там чего-то. А ее не понимают. Она пришла ко мне. Я написала красивое письмо. Она снова пришла в этот бетохлиум, в над страх, молча дала письмо. Потом она мне рассказывает так. Она говорит, когда она прочитала это письмо, а там просто я изложила то, что она сказала по-русски, я изложила на иврите. Она говорит, чуть не целовала это письмо. Боже, наконец-то я поняла, что тебе надо. На! Тебе полагается эти два месяца дополнительно? На! Она не могла понять. Она говорит, тебе заплатили четыре месяца, что ты хочешь еще? А на иврите недоношенный ребенок. Она не знает, как сказать. А в словаре посмотреть перед тем, как к служащей пойти, ну, нам же думать надо. Вот так. Что мешает? Значит, разобрались? Каждую проблему, которая возникает перед вами в изучении иврита, можно решить. Грамматику, значит, надо почитать грамматические правила. Память, значит, есть правила на запоминание. Комплексы, сказать, я живу в той стране, где меня любят, где всегда мне придут на помощь, где мне помогут. И комплексы постепенно улетучатся. Когда вы вспомните себя в той стране, когда вы в последний раз в шлепках на улицу выходили? Никогда, да? А сейчас шлю каблуки надеть. Тебе что, сумасшедшее? За хлебом. За хлебом? Намарафетился и пошел. За хлебом. Здесь жить проще, легче, лучше. Вот так. Ну, про олень я уже сказала, не с кем говорить сказала. Цепляйтесь. Вот так. Ну и хорошо. Следующее. Вот. Зачем мне это надо? Я, в принципе, уже сейчас много это рассказала. Спасибо. Продолжайте дальше. Дальше можно. О, где я нахожусь? Это немножко нерелевантно, как это сказать по-русски, не подходит, значит, для тех, кто уже приехал. Но у меня бывают вот такие обзорные лекции по Зуму, что я читаю не только живьем, но и по Зуму на весь мир. Где я нахожусь? Конечно, если вы живете за границей, вам сложно учить иврит. Есть даже люди, которые не знают просто кен, ло, шалом. Это же вы просто слышите на улице. Постарайтесь, вот когда вы выходите на улицу, прислушиваться. Вы так делаете? Скажите. И если вы понимаете одно, два, три слова, это же кайф, правда? Это кайф. О, услышал. Чужой человек что-то сказал. Мами, мотай того. Мами. Мами здесь называют все. Какая-то девочка, какого-нибудь старого дедушку может мамин назвать, это нормально. Знаете, кстати, что такое мамин? Это не мамочка и не дорогуша. Вообще это идет из французского. Это марокканский еврей, родной язык французский. Они привезли. Это дословно мякиш хлеба моего. Представляете? Вот маме – это мякиш хлеба моего. Душа моя. Вот так. Тоже я увидела папа, русскоязычный папа, с двумя, видимо, с обрядами маленькими в этом. Ну вот как папы себя ведут с детьми? А этот папа, это нормальный израильский папа. Душа моя. Папа обращается к ребенку. Душа моя. Вот здесь такое отношение. Вот когда вы проникнетесь вот этим израильским духом, вам будет в кайф учить и врать. Примите это. Можно следующий слайд? Каков мой характер? О. А вот теперь скажите, кто про себя что скажет? Аудиал, визуал, кинестетик. Вы визуал. Вы кто? А? Тоже визуал. Визуалов много? Поднимите руки, визуалы. Вот так. Аудиалы кто? Вот. Фифти-фифти тоже. А кинестетики пока не пощупаю. Вот это я. Я должна пощупать. Тогда у меня это получится. Это слово я должна вот во рту прокрутить. Понимаете? Вот это кинестетик. Вот я такая. Да. То есть я, конечно, могу прочитать, могу услышать, но я должна его вот проговорить. Это вот важно. Ну, конечно, сочетание всех этих слов, всех этих свойств вы должны применить для изучения иврита. Как то, например, вы идете гулять, вы идете по дороге, что-то делаете, читаете вывески. Прекрасно. Я как-то, помню, шла по дороге, увидела вывеску и не поняла слова. Литов лагув. Красиво, да? Название магазина. Литов лагув. Кто-нибудь можешь перевести? Лагув – это телу. Ле – это кому? Гув – это тело. Что-то для тела. Я посмотрела, на витрине женское белье. Ну, понятно, для тела. А литов что такое? Так я этот литов повторяла во рту, повторяла, повторяла, пока не пришла домой. Ну, конечно, у вас у всех есть там Google Translate, все, может, везде. Я до дома донесла. И увидела, что это глажение, но не утюгом, а рукой. Понимаете? То есть наши лифчики или там наше белье – глажение по телу. Класс, правда? Вот. И так у меня запомнилось вот такое слово. Каждый раз, когда вы что-то читаете, представляйте себе, включайте свое воображение, и оно запомнится. Можно следующий слайд? Как я увлечен гаджетами? Сколько вы проводите в ТикТоке или где там еще? Поднимите руки. Проводите? Много, да? Ага, сидите в ТикТоке, да. А там, понимаете, у Керон Певзнер там один-два на иврит попадется, а все же остальное – руконожество и драгомашество, да? Вот. Как гаджеты нам на службу? Что сделать? Как нужно сделать? Ну, во-первых, кто слышал о программе Дуолинга? Шикарная программа, бесплатная. Ну, я плачу, потому что мне она так нравится, я свои там 82 доллара в год плачу. Вот. Но что, иврита нет на русском, иврит на английском. Ну, за мной английский подтяните, два в одном. Вот. Хорошая. И что, знаете, эта программа нудная. Она тебе каждый день будет капать на мозги. А ты сегодня сделал уроки, а ты сегодня потратил время, а знай, что 15 минут, проведенных в социальных сетях, тебе ничего не дадут. А вот 15 минут, проведенных в Дуолинга, рекомендую. Скачайте, бесплатно делайте. Вот так. Вот еще 15 минут. Опять-таки, гаджеты. Ютуб зашли, анекдоты слушайте. Кстати, анекдоты слушайте на скорости 0,75. Так быстро стендаписты говорят. Вы знаете, да, что можно в Ютубе менять скорость? Вот пусть они говорят низко. Есть сайт бдиха или бдиход.со.ил. Можете записать. Это сайт коротких израильских анекдотов на иврите. Полно грубых, полно дурацких. Но вам какая разница? Это разговорный иврит. Две строчки. Блондинка пришла покупать компьютер. Вот такой. Блондинка пришла в магазин покупать компьютер. Сейчас обижу всех блондинок, но что поделать. Я анекдоты перевожу. Продавец ей дает карандаш, на котором написано «Майкрософт». И говорит, это компьютер для блондинок. Вот дурацкий, Саша, анекдот. Саша, но из этого анекдота вы узнаете слово «карандаш». Блондинка – блонда. Блондинит. Да, карандаш. А махшев компьютер и парон карандаш. А вам что надо? Потому что большого ума надо там из этих анекдотов. Вам слова надо, которые каждый день используются. Вот так. То есть вот гаджеты на пользу изучения иврита. Хорошо? Эти читайте. СМС-ки вам посылают. Как вы читаете? Прогоняете через губы транслейт? Попробуйте. Сначала помучайте. Знаете, как этот фильм «Белое солнце с пустыней»? Тебя сразу убить и помучать? Лучше, конечно, помучаться. Так вот, не надо сразу переводить. Лучше, конечно, помучаться. А потом уже перевести. Следующий слайд. Где брать материал? Ну, я уже рассказала. Значит, мой сайт. Керан Пьернер YouTube. Плюс, значит, до линга я сказала. Сейчас я вам дам сайт. Я его обожаю. Называется он pealim.com. Запишите. Слышать? Слышали о нем? pealim.com. Там есть все. Там есть все. Там любой глагол. Все формы спряжения. Все беньяны. Все корни. Все корни. Все слова вокруг этих корней. Это гениальный совершенно сайт. И программка есть. И программка. Да, да, да. Pealim. Скачайте. По-моему, она стоит, не знаю, 10 долларов, что ли. Но это если на... На компьютере она бесплатная. Я пользуюсь на компьютере. Это бесплатно. Вот это. Есть в телеграм-канале огромная, огромная библиотека. Называется библиотека иврита. Там полно пиратства. Там мои учебники пиратские. Один-два, по-моему. Вот. Но что дело? Святое дело. Вот. Это в телеграм-канале. Библиотека иврита. Что еще мне понравилось? Ирис. Ирис – это словарь Баруха Подольского. Тоже хорошее. Тоже посмотрите. Значит, сайт называется словарь. Английский мук. Словарь.co.il. Вот это то, что вам поможет. Плюс есть какие-то разные сайтики. А давайте так выучим. А давайте так. Их я не могу вам советовать. Я вам советую инструменты. Вы можете читать. Знаете, вот когда учительница говорит. Ульпань, читайте газеты. Не-не-не-не. Газеты все-таки написаны более тяжелым языком. Сделайте вот что. Есть общий израильский портал Ynet. Эта газета идет охрану. Знаете такой портал? Значит, когда вы открываете этот Ynet, у вас идут такие плашки. На плашках написано. Экономика. Сплетни. Политика. Охаль, там, еда, там и так далее. Допустим, вы любите моду, дамы. Вы любите моду. Вы на эту плашку в моду нажимаете. Выпадает целая куча разных статей. Бывают короткие. Бывают побольше. Вам нравится читать про моду? Читайте, переводите. Вам нравится читать про политику? Читайте. Вам нравится Yadud? Yadud? Читайте про Yadud. Понимаете? Можете перевести через Google Translate, а потом проходить. Как переводить? Переводить нужно следующим образом. Берете абзац. Абзац. Что такое абзац? Знаете? От энтера до энтера. Нет, серьезно. Я когда спрашиваю, что такое абзац, это на уроках Word. Мне нужно объяснить, что абзац – это энтер. Люди не знают, что такое абзац. Да. Это полный абзац. И вот вы берете этот абзац. Вы сначала его читаете просто так. Сначала помучаться. Вы его читаете так. Потом вы его переводите. Потом вы начинаете в голове структурировать. Это слово переводится так. Это слово переводится так. А потом вы снова читаете этот абзац уже без перевода. Но вам должен нравиться этот текст. Вы должны хотеть знать, а что там дальше. Иначе разведение каких-то белоголовых рыбок, которые вам не надо, вы и не будете читать. Читайте то, что вам нравится. Вот где брать материалы? Они везде. Начиная с вывесок и вот и так далее. Следующий можно? Так, что у нас? Можно следующий слайд? Какие скиллы уже известны? Я так и не смогла перевести слово скиллы. Представляете, мой русский. Как? Навыки. Да, навыки. Спасибо. Навыки. Вы же все учили еще какой-то другой язык. Правильно? Английский. Какой еще? Французский, украинский, еще какой-то. Немецкий, киргизский. Кыргизский. У вас есть уже какие-то навыки обучения другим языкам. Их можно применить с кавритла. Абсолютно. Я учила азербайджанский в детстве. Да. Потом английский. Вот. И я знаю как. Вот, например, знаете ли вы, что в азербайджанском языке нет предлогов? Это тюркский язык. Конечно. Конечно. Вот. Нет предлогов. В тюркских языках нет предлогов. Вот как хочешь. Зато слово может быть вот такое. Слово там электрификация, оно вот такое. Почему? Корень и к нему. Вот. Сзади прибавляются. Вот. А в иврите, наоборот, предлоги склоняются. Мне, тебе, ему. Это все предлоги. Шели, шелха, шелё, шелану, шелахэм. Слышали о таком? Вот это нужно знать. Вот. И вот примерно. Ага. А если там так, а вот здесь так, а может быть это что-то похоже. Может быть, как я учил тот язык, может быть я что-то применю к изучению иврита. Дальше. Можно. Вот. А теперь начинается уже для более продвинутых. Посмотрим, как из вас. Вы уже продвинулись, да? Немножко продвинулись? Чуть-чуть. Итак. Я даю вам несколько картинок. Ну, просто в голове. Что общего между этими картинками? Вот тут картинки, я просто рассказываю. Друг подруга на одной картинке. Городской транспорт. Тетрадка. Сочинение там на тему «Моя семья». Компания. И болт с гайкой. Крепёж. Что скажешь? Общий. Корень. Что корень? Какой корень? Друг подруга. Городской транспорт. Хаверма. Это иврит. Ну и что корень? Хорошо, я задам вопрос по-другому. Почему у этих слов один корень? Тетрадка собрана. Хорошо. Итак, смотрите, что происходит. Кто такой друг? Это человек, который что? Меня с ним что-то связывает. Меня что-то с ним скрепляет. Меня связи с ним. Что такое городской транспорт? Что он делает? Он связывает нас. Что такое тетрадь? Это собранные, скреплённые между собой листья. Что такое сочинение? Связанный текст, конечно. Что такое крепёж? Болт с гайкой. Ну это вообще понятно. Что такое компания? Люди, которые связаны между собой. Можно следующий слайд? И я вам сейчас прочитаю эти слова. Хавер, хавера. Хибур – это сочинение. Хевра – это компания. Махбер – тетрадь. Б и В меняются местами. Тахбура – это транспорт. Представляете? Мехубар – это скреплённый. И везде корень – тхет, бет, рейш. Или бет или вет. Так вот. И вот в этом заключается гениальность языка иврит. И вот здесь я должна... Я подойду к доске. Я подойду к доске, но вы не уходите. Вы на правильном канале. Если можно, следующий слайд. Да, да. Следующий слайд. Я вам сейчас кое-что покажу. А вы, те, кто в зуме, слушаете. Значит, вот давайте представим себе следы. Этого нету. Нету в презентации, но это... Сейчас мне пришло в голову. Когда вы учитесь в Ульпане, вы выходите из Ульпановой. Хорошо, вы учились. Сколько слов вы знаете? Что? Сколько слов дает Ульпан? Программа Ульпана. Не знаете? Ну. Две тысячи слов. Две тысячи слов позволяют вам разговаривать, купить что-то на базаре, не потеряться на улице, прийти к доктору и сказать, что у вас болит. И все. Дальше. Если вы устраиваетесь на работу, причем устраиваетесь по своей специальности, то ваш уровень – это шесть тысяч слов. должен быть. Для того, чтобы вы могли на работе объяснить, что вот эту вот втулку надо совать вот туда. Если же вы хотите поговорить о философии, о психологии, о людьми и дружбе, это уже около десяти тысяч слов. Я уверена, что ваш словарный запас в русском языке составляет около двадцати пяти тысяч слов. Словарный запас интеллигентного русскоязычного человека. Примерно двадцать тысяч слов. Но десяти тысяч слов достаточно, чтобы говорить о высоких мотивах. Как вы можете с двух тысяч слов в бане перескочить на шесть и на десять? Это сложно. А сейчас я вам там систему. Фокусы. Итак. Допустим, сначала просто абстрагируйтесь, и что корень хэд, бэд, рэш это не слово, это конструкция, лингвистическая конструкция и обозначает хэдэ, рэ, соединение. Понятно? Хэ, бэ, рэ, соединение. Ну, как по-вашему, кэ, тэ, вэ. Какой смысл у корня кэ, тэ, вэ? Писанин. Писанин. Знаете, мы... Я сделала пи-юль-шураши. Я могу сказать. Пи-юль-шураши – это поездка по корням. Это каждая израильская семья, которая приехала откуда-то, делает для детей поездку по корням. Вот мы были 29 лет в стране, в 19-м году я взяла своих двоих детей, мы поехали в Баку. Я им показала Баку. И вот мы с ними идем по Баку и магазин. На магазине написано «Китаб». «Китаб». Я спрашиваю детей, что здесь продают? Они говорят, книги. Я говорю, почему? А потому что корень – это КТВ. Понимаете? Корень – КТВ. Так вот представьте себе, что вы знаете сто... Ой, тысяча корней. Вот вы просто запомнили, что ХБР – это соединять, что КТВ – это писать, что ЛМД – это что? Учить, СПР – рассказывать и так далее. А дальше наступает самое интересное. Вы врите, сколько беньянов? Семь. Нет, я встала. Я пошла обратно. Вы врите, семь беньянов. Значит, продолжаем заниматься математикой дальше. У вас тысяча корней. У вас семь беньянов. Это беньяны – это принципы словообразования глаголов. Вы врите примерно около двухсот мишкалей – это принципы словообразования других, формы словообразования других форм, помимо глаголов. Но из них чаще всего упоминаются около сорока. Сорока, а из этих сорока не все. Хорошо. Значит, если вы запомните 1047 единиц информации, то есть тысяча корней, семь беньянов и 40 мешкалей, то есть хибур – это существительное сочинение, хевра – это существительное, это мешкало, то ваш слава на запас поднимется, будет сколько? 47 тысяч слов. Такого не бывает. Это идеал. Это не бывает. Обычно, обычно три беньяна у одного корня и обычно около семи, около семи мешкалей у одного корня. Три плюс семь – десять. Вот вам десять тысяч. Вот вам слова на запас интеллигентного человека. А знать надо, повторяю, 1047 единиц информации. Как вам? Переварите это. Это идея, которую стоит запомнить. Хотите еще пример на такое? Можно следующий слайд? Это сайт Пиалим. Значит, тут я отдаю просто сайт Пиалим, на котором все эти глаголы. Можно следующий. Я просто показываю. Я уже вам рассказывала про этот сайт. Таблица глаголов иврита. И идет О. Итак, три слова вам известны. Парковка, автовокзал, магазин. Переведите на иврит. Парковка. Ханая. Дальше. Магазин Ханут. Автовокзал? Это Хана. Что общего? Какой? Хана. Конечно. Хана. Корень что? Ну, конечно, из тюркских. Нет, это из иврита. Перешло в арабский, а потом пошел в бутик и пришло в тюрк. Мне то и азербайджанский помог, когда я изучала иврита. В азербайджанском есть там взман-заман, сабун-сабон. Там вообще. Да, так вот. Ну, парковка, автовокзал, понятно почему. А магазин тут при чем? Встал-стоит. Встал-стоит. Ну и стоит, и что? Знаете почему? А? Доставка. Доставка. Ну какая? На парковке какие продукты? Нет, ну место где машина, место где продукты. Хранить. Чай хана. Хранить. Чай хана. Ну да, хана. Причем приосновывается. Умница, правильно. Иврит – старинный язык. Три тысячи лет ивриту. И вот идет, не было никаких парковки, автовокзалов, ничего. Караван шел, верблюды по пустыне. Видят азис, пальмы, и бабушки кукурузу продают. Ну не кукурузу, они там продавали, лепешки. Вот это место с бабушками называлось что? Ханут. Магазин. То есть магазин был неотъемлемой частью места при парковке. Не было в других местах магазинов. При парковке верблюдов. И вот с того момента осталось. Потому что мне говорят, ой, а как это я пойму связь этого слова с этим? Я говорю, а вот ассоциация, соедини, ассоциативное запоминание. Можно следующий? Да, вот тахана, ханут. Возьмем еще пример. Значит, у меня тут картинка, картинка, человек вот так согнувшись несет огромную кучу камней. А с чем занимается человек? Несет. Он несет. Хорошо. Он несет большую груду камней. Можно следующий слайд? Человек несет. Ла сет – это нести на иврите, но сэ – бенадам, но сэ – это человек несет. Следующий слайд. А теперь я даю вам еще четыре слова. На них, на картинке, на них изображены президент, тема, женатый, замужняя и вершина. Что общее? Ну и что? Не, пожалуйста, корень может быть общий. Смысл, почему президент и человек, который несет, и женатый, и замужний, и тема… О, ответственность. Потому что второе значение слова «ла сет» – это не только нести груст, но и нести ответственность. Понимаете? Можно следующий слайд? Слайд? Да, тема президент, женатый, вершина. На иврите это звучит так. Это следующий слайд. Но сэ – это тема, на си – президент, на суй – на суа – это замужняя, замужняя, женатый, и си – там нунтра паще, си – это вершина. То есть только человек на вершине, он ответственностью облечен. Понимаете? И вот если вы соедините в голове вот эту цепочку, человек несет груз ответственности, президент несет груз ответственности, женатый за семью несет груз ответственности. Вы запомните эти слова. Как вы считаете? Так лучше запоминать, чем сегодня на си – запомнить, а завтра на сэ. Как вы считаете? И вы можете сделать предложение и перевести предложение на иврит, что президент несет ответственность за свою женизьбу. Анаси, носе, беатна суим. Ну вот такое. Глуп, конечно, вот так. Ну ладно. Да, перед вами несколько картинок. Следующее. Ну это смешная картинка у меня тут. Администрация за оставленные вещи очень переживает, но ответственности не несет. А дальше у меня есть фраза, которая мне очень понравилась. Я ее на улице прочитала. Плакат. Можно следующий? Значит, следующая такая фраза. Саба згерут о сабе тоцаот. И вот это я должна написать. Значит, не путать. В иврите есть аммонимы. Повелительное наклонение глагола нести – это са. Вот так. А есть еще глагол линсоа. Что такое линсоа? Ехать. Повелительное наклонение – это са. Совершенно разные обе буквы. И то са, и это са. Так вот, первое са. Саба згерут. Езжай осторожно. О саба тоцаот. Неси ответственность за результаты. Красиво? Да. Следующее. И на сайте Пиолим я тоже даю список этих слов. Так. Но еще один. Еще один. А теперь попробуйте сами. Перед вами пьеса, фронт, договор, грудь, как часть тела, грудь, прогноз погоды, прорицатель и фасад дома. Что общего? Хорошо. Еще кто скажет? Что в пьесе выходит вперед? Ну, грудь, понятно, грудь и вперед. Фронт, понятно, вперед. А в пьесе что вперед? Догоняем. Сцена нет. Сюжет, пьеса – это то, что в начале. Скорее даже не вперед, а в начале. То есть в начале пьеса, потом спектакль. Правильно? В начале договор, потом действие. В начале фасад дома, потом сам дом. Тахазид. Тахазид мезакаабир. Сначала прогноз погоды, потом сама погода. Ну и, наконец, хазай – прорицатель. То есть сначала прорицание, а потом уже будет, не будет. Кстати, синоптик тоже хазай – прорицатель. Синоптик на иврите хазай. Можно следующий слайд? Да, договор. И на иврите я вам прочитаю, как это звучит. Пьеса – махазе, корень хаза. Если это была хама, то здесь хаза. То есть запомнить – это шикарно. Хазид – фронт, хозе – договор, хазе. Кстати, не путайте, мои хорошие. Боже мой, забыла сказать. В иврите нет безударных гласных. О в а не превращается. Э в и не превращается. Понимаете, подписать хазе – это подписать на груди. Подписывают хозе. Вот. Тахазид – это прогноз погоды. Хазай – синоптик и так далее. Вот. Ну и опять-таки на сайте Пиолин я даю. Итак. Секум. Секум – заключение. Как запоминать слова по корне. Значит, я тут даю слайд, но вы можете либо записать, либо запомнить. Первое. У вас есть слово, которое вы хотите запомнить. Что вы делаете? Находите корень этого слова. Это важно. Найти корень. Второе. Заходите, допустим, на сайт Пиолин, находите все слова этого корня. Это называется гнездо слов. Третье. Сайт Пиолин вам даст что-то 20 слов. Не надо все 20 запоминать. Есть такое частотное распределение. Вы запоминаете, вы выбираете только 3-4 наиболее употребимых. А потом четвертое. Из этих 3-4 наиболее употребимых слов делайте общее предложение. Как то. Президент несет ответственность за свою женитьбу или подписал договор о пьесе с прорицателями. Понимаете? Ну, вот так вот. Вот. Пятое. Попробуйте перевести это предложение на еврит, произнести, запомнить. И все. У вас в голове уже не одно слово, а пять. Понятно? Ну, вот. Примерно это то, что я вам хотела сегодня рассказать. Это только начало. Я говорить об этом могу долго и нудно. Вот. А теперь ваши вопросы, мои хорошие. Давайте. Ну что? Вы что, в шоке, что ли? Да? Это у меня так бывает. Это у меня, когда я примерно такой же на ТикТоке рассказываю, не обязательно обоврите. А я им говорю еще, тапайте, тапайте, чтобы у меня эти клики были, чтобы люди заходили. Чего же вы не тапаете? А мы заслушаем. Вот так и вы. Да. Можете сказать, что люди в зуме тоже могут задавать вопросы? Да, да, да. Люди в зуме тоже могут, пожалуйста, задавать вопросы. Пожалуйста. Вам будет хорошо от этого. Да, откройте чат. Так. Вот тут есть уже какие-то вопросы. Нет, там пока только... Да. А можно вопрос про произведения. Ну, а не добрый класс, но какие-то художественные произведения с очень простой публикой. Эдгар Керрид. Эдгар Керрид. Эдгар Керрид. Очень хорошо. Очень хорошо. А вообще я вам рекомендую детскую научно-популярную литературу. Значит, вот допустим, есть такой трехтомник. Типа что, где, когда. Вот одна книжка называется что, вторая, где, третья, почему, по-моему. И вот там вот такие маленькие там. Почему с неба льется дождь? И вот рассказы. Вот сначала попробуйте для детей. Но не сказки. Ни в коем случае. Потому что в сказках есть такие слова, как амбар, сеновал, изба. Оно вам надо? Вот. Оно вам не надо совершенно. Да. Да. Вот такое. Вот Эдгар Керрид – это хорошо. Это хорошо. Ни в коем случае не Шай Агном. Это есть такое понятие. Иврид Шель Шай Агном. Это нобелевский лауреат. У него вот такой самословатый. Нет. Надо современных авторов читать. Еще вопросы, пожалуйста. У вас курс стартует, да? Не стартует, но я дам объявление. Я дам объявление на моем сайте, на моем ТикТоке, на моем Инстаграме. Везде я Керон Певнер. Вот. Или Кируля Аскаловская. Это второе. Вот. Это онлайн или урок? Онлайн. Только онлайн. Это вот я вам практически сейчас прочитала половину первого урока. Вот. А так входят туда беньяны обязательно, мешкали, как это все запомнить, правописание проблематичных букв, где алиф, где айн. Вот так. Это я все даю на своих уроках. То есть беньян, допустим, пель и с подгруппами. У беньяна пель и есть там разновидности. Беньян не фаль с подгруппами. Каждый урок посвящен вот разным. Еще вопросы? Можно обойти? Нет. Нет. Нельзя обойти. Понимаете, беньян – это не так сложно. Это не так сложно. Это нужно просто один раз понять. Это вот взял и положил сюда. А потом все, что ты вокруг слышишь, похожее на это, ты говоришь так, как это. Глагол модель. Запомните. Вот берете глагол леазмин. Вот я уже влезаю уже в другую епархию. Леазмин. Вот выучили. Леазмин, что такое? Заказывать. Заказывать приглашать. Вот вы выучили. Мазмин, мазмина, мазмини, мазминот. Изманты, изманты, изманты. Изману, изманты, уизмин, измина, эм, измино. Азмин, тазмин, назмин и так далее. Будущее время. Все остальные глаголы этого беньяна спрягаются точно так же, как этот леазмин. Не знаете, как леатхиль глагол спрягать? Вспомните леазмин, подставьте туда. Как подставлять, я расскажу. И будет хорошо. Еще? Я вам все секреты уже расскажу. За что деньги брать? За что? Да. Еще вопросы? Есть тут вопросы? Нет. Запись включена. Про письменную речь спрашиваю. Есть проблема, потому что глупо будет по-разному. Насколько нужно и важно узнать письма на юре? И уметь писать на юре? То есть это вымирает или все-таки нужно делать царитет? Можно ответить анекдотом, что когда этот буфет московского дома писателей. Подходит Роберт Рождественский, просит одно кофе. Подходит Андрей Вознесенский, просит одно кофе. Подходит Расул Камзатов, который никогда не улыбается, очень важный, говорит, один кофе, пожалуйста. И буфетчик говорит, вот, не русский человек, а вы, одно кофе. Где вы, писатели русские? И один булочка. Вот вас поймут. Но это будет один булочка. На первых этапах можно. Вот так. Еще вопросы? Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok